МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Край добра». Мы исполняем мечты детей, чье детство украло болезнь. Наши герои – это маленькие борцы, те, кто не сломался, несмотря ни на что, верят в свое выздоровление. Сегодня мы приехали в станицу Новодмитриевскую, к Владику Нар-Тайлакову. Он очень любит спорт, музыку, ответственный парень. И, как все сельские жители, он очень хозяйственный. Ну что, идем знакомиться? Здравствуйте! Здравствуйте! А где наш герой? Там, в сарайчике, с кроликами, собачками. Занимается хозяйством своим. Ну что, провожайте меня к герою, да? Спасибо. Привет! Здрасте! Меня Яна зовут? Меня Владик. Приятно познакомиться. Ты кормишь у нас... Как зовут его собаку? Партак. И еще вторая у тебя есть собака? Бадди. Бадди. Ну, мама сказала, что ты очень любишь животных, у тебя их много. Идем, покажешь мне? Да. Владик ухаживает за курами, кроликами и собаками. Конечно, старшие братья и сестра, а в семье Нартайлаковых четверо детей, помогают ему. Но возиться с животными больше всех нравится Владику. Так, это у нас курятник? Да. Вот папа сделал кормушку сюда, чтобы мы сюда насыпаем корм. Самое интересное занятие. Утром мы им даем овес, вот такую вот кукурузу. В обед мы бываем даем, кашу им, ну, разводим. По соседству с курятником устроились кролики. Именно Владик настоял, чтобы они появились в хозяйстве. У нас семья многодетная, и он получил, что он младшим ребенком у нас растет. И у него нету ни братика, ни сестрички. Раньше он просил, когда был маленький, мама, я хочу сестричку или братика. Я говорю, сынок, все, нам уже хватит, вот вы вырастите, будете своих деток заводить. Но вот эта потребность любви, конечно, у него заботы осталась. Ну, а тут, как бы, получилось, что теперь маленькие кролики у нас тоже. Ой, какой кролик! А ты как его назвал? А мы мужчины, но они все одинаковые. Ты любишь кроликов, да? Да. Как ты о них заботишься? Я их кормлю там. Ой, побежала. Кажем на них, я выгуливаю маленьких врачат. Выгуливаешь? Да, беру в ящиках, ложу и ношу их на улицу. Владик успевает и о животных заботиться, и родителям помогать на стройке. Свой небольшой дом Нарь Талаковы перестраивают собственными руками. В семье, где трое больных детей, лишних денег нет. Однако все стараются, чтобы семейный очаг стал уютным и теплым. Девочка хорошая, покушала, да? Недавно Владик обзавелся волнистым попугайчиком. Он давно об этом мечтал. Называл питомца просто девочкой. И теперь пытается научить ее разговаривать. Он сам и корм заботится, что был корм. Всегда мама вот кончился, надо купить. Зеркальце повесил. Ну, водичку, конечно, следит сам. Сам знаешь, что надо налить, насыпать. Как-то более ответственно к этому относится. Владик натура увлекающаяся. Занялся кулинарией и теперь все семейство дегустирует вафли, кексы и натуральные соки. Ян, давай пробовать. Давай пробовать. Бери. Я возьму. Попробую. Ммм, вкусно. Владик очень организованный ребенок. У него хватает времени и на учебу, и на игры. Ой, ребят, мне пора, пока. Игру пришлось прервать на самом интересном моменте. И к этому ребенок уже привык. У Владика серьезное генетическое заболевание – муковисцидоз. Все 11 лет и за дня в день он борется за жизнь. Страшная болезнь проявилась у Владика с рождения. Он третий ребенок в семье с диагнозом муковисцидоз. Родители надеялись, что беда младшего минует. Ведь средний сын Нартайлаковых, Денис, абсолютно здоров. Муж говорил, может, обойдется, может, тебе кажется. Но я уже была почти уверена, что диагноз подтвердится. Ну, когда врачи сказали, конечно, это для меня было такой ударом. Ну, как понял, что надо срочно браться за лечение. Сразу в больницу обратили, сразу надо было лекарства приобретать. Усиленно начали лечить ребенка. Муковисцидоз – тяжелое заболевание, которое чаще всего передается по наследству. Возникает из-за мутации одного из генов. В результате в организме вырабатывается слишком много вязкой, густой слизи, которая накапливается в жизни на важных органах. У человека появляются проблемы с дыхательной и желудочно-кишечной системой. Больной начинает задыхаться и сильно худеть. Без лечения организм быстро разрушится. Владику ежедневно по расписанию необходимо делать ингаляции, массаж, принимать таблетки. Без этого он жить не может. Несмотря на тяжесть недуга, родители стараются, чтобы жизнь Владика была полноценной. Он, например, с удовольствием ходит в музыкальную школу. Только добираться ему на урок приходится нелегко. Три километра по бездорожью с окраиной станицы. А с его диагнозом это почти подвиг. Старательный до такой степени. Он очень относится ответственно к своим занятиям, трудолюбивый. Дальше к учителям относится с таким уважением. Светлый ребенок, позитивный. Лотный пальчик. Ответственно Владик относится и к приему лекарств, и к постоянным процедурам. Из-за скопления слизи в жизни на важных органах иммунитет Владика очень ослаблен. Поэтому бороться с мокротой надо постоянно. С помощью массажной кровати, жилета, а также ингалятора. Кроме этого, желудок, поджелудочную железу, кишечник, легкие, бронхи, мальчика надо всегда поддерживать лекарствами, в том числе сильнейшими антибиотиками. Многие дети умирают наши. Если не будет помощи людской, доброты, человеческой, конечно, помощи Божией, то наши дети очень мало живут. Надо быть очень сильными, чтобы растить неизлечимо больных детей и понимать, что каждый день, каждая минута могут оказаться для твоего ребенка последними. Нартайлаковы такие – преодолевать трудности и помогают вера в Бога. Если руки опустятся, я знаю, что моим детям очень будет трудно. Если я не смогу их поднять, если папе будет тяжело, то они сами, конечно, вообще не смогут ничего делать. Просто я видела, как опускали родители другие руки, и детки просто умирали. Себя отобьем всемокротом. Готово. Чтобы Владик чувствовал себя нормально, ему раз в три месяца необходимо пролечиваться в клинике и потом проходить обязательный курс реабилитации. У него очень сейчас участились боли в желудке. Мы пили большие курсы антибиотиков, которые, конечно, желудок нарушили. Бассейн необходим там нагретый мы с морской водой. И разные виды прогревания. Также ингаляции прописывают. Там специальная зона лечения. Галлокамеры – это солевая пещера, которая тоже нашим детям очень необходима. Массаж обязательно лечебный нам делают. И специальный дренаж именно отбивают мокроту. Это все дорогостоящие процедуры. Мне необходимо нашим детям, чтобы легкие стали лучше дышать, чтобы слизь лучше выходила. На лечение Владику необходимо более 100 тысяч рублей. В многодетной семье Нартайлаковых, где двое старших детей – инвалиды, такую сумму не собрать. Любишь читать? Да. У тебя очень много книг про животных. Певчие птицы, чудеса света. Какая любимая книга? Вот эта. Что в ней есть? Ну, тут есть самое мое любимое животное – это динозавр. Я бы хотела попасть сюда, где много динозавров и животных. А ты был когда-нибудь в таком месте? Нет. Я желаю тебе спокойной ночи, чтобы тебе приснились самые сладкие сны. Но прежде чем ты будешь спать, я хочу тебе подарить подарок от нашего героя программы. У нас есть такая добрая традиция, когда дети детям передают вот такие подарки. И вот такой замечательный мишка будет у тебя на память. Пусть он приносит тебе удачу. Владик уже заснул. Еще бы, ведь у него был насыщенный день. Признаюсь, сейчас мне очень сложно подобрать слова. Ведь жизнь этого ребенка всегда на грани. Он старается жить. И как у всех детей, у него есть желание. Одно из них уже завтра мы постараемся исполнить. Сынок, подъем. Уже утро. Просыпаемся. Давай, давай. Настроение у Владика с утра хорошее. Сегодня выходной. И его ждет сюрприз от края добра. В то же время в Краснодарском сафари-парке идет подготовка к визиту любопытного гостя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приготовили сюрприз вместе с Лизой для Владика. Я думаю, сейчас ты еще не догадываешься, куда мы тебя привели? Ну что, идем? Лиза, ведите нас. Пройдемте. Первая остановка у вольера с жирафами Олей и Колей. Привет. Это как зовут? Ангелина. А как его зовут? Антошка. Ой, Антошка. Но главный сюрприз ждал Владика впереди. Вот он, большой мир динозавров. Ну, открывай глаза. И где мы оказались? В генопарке. И где мы с тобой сегодня побывали? В генопарке, в зоопарке. Мы знаем, что у вас есть традиция дарить следующему участнику программы какой-то подарок, сделанный своими руками. Мы назвали его «Дерево жизни». И хотим передать следующему ребеночку с пожеланиями здоровья, счастья. Если будет здоровье, то все будет хорошо. Сегодня нам удалось порадовать Владика Нар-Тайлакова. Улыбка не сходила с его лица. Он очень любознательный и заботливый ребенок. Но сегодня ему нужна наша забота. Владик тяжело болен. Ему нужна наша помощь. Мы можем ему помочь? Всем краем. Краем добра. Чтобы помочь ребенку, можно отправить СМС со словом «Счастье» на короткий номер 7715. А также сделать пожертвование через специальный сервис с сайта Край добра.